добрый день дорогие друзья очень рада быть с вами сейчас у меня загружается ваши ваши аватарки сколько у нас сегодня здесь 126 человек кто здесь у нас впервые можете в чате отметить пожалуйста где вот я смотрю что там кто-то уже начал писать где у нас учились или впервые чтобы я немножко с вами познакомилась откуда вы тоже напишите заодно вы тоже чтобы знаете рождались уже отношения в процессе очень важно увидеть друг друга спасибо большое из мяса из новосибирска есть те кто впервые из минска нурнберг томск богловещенск уже интересно джель ангарска денцова польша у нас есть каракол москва энгельс и вот скоро туда еду к вам не гань хмау это где такое интересное что никогда не слышно италия вот каталия пхукет вот так вот пхукет скоро тоже едем шотландии по моему у нас еще ни разу не было словения тоже вот собираемся к вам в этот раз правда но здорово спасибо вам большое дорогие друзья некоторые даже начали улыбаться бамбруйска израиля но мюнхен видите у нас большая география я все сожалею что то у нас не гонят и западная сибирь понятно из африки все еще у нас никак не присоединяться похоже не когда ну что ж ладно дорогие друзья очень на самом деле рады что мы сами собрались и будем говорить на такую необычную тему как несимметричные отношения а термин такой необычный хотя в принципе вот мы сейчас с вами будем общаться и вы поймете что да это я все знаю только оказывается мне теперь актуализировали так для того чтобы мы с вами могли эту тему раскрыть нам предстоит несколько вещей принять как допущение может вы уже в это верите но а те кто не верят впервые слышат нужно допустить что это так и не первое надо допустить что мы с вами не результат большого взрыва и не произошли от обезьяны и что жизнь это не способ существования белковых тел она не одноразовая и со смертью она не заканчивается это первое допущение которое можно допустить если вы этого допустить не можете вам это слух режет и на самом деле это ваша святая вера что вообще-то в результате большого взрыва как-то так громыхнула что появилась одноклеточная амеба и она начала развиваться наконец она поплыла потом полетела потом обезьяна взяла палку и стала человеком и вот вот то во что нам предлагают верить вот вы если в этом не сомневаетесь да то вам будет больно слышать все остальное что я буду говорить и вы будете говорить какая глупость поэтому я предлагаю вам не терять время сразу отключиться потому что зачем вам себе портить воскресный день правда что поэтому если вот это ваша святая вера что вы верите что жизнь одноразовая рядом со мной белковое тело которыми кровью вода то есть ну вот можно сразу вот выключиться значит и так это первое решение которое вам надо принять и взять за него ответственность потом не говорите что я вас не предупреждаю предупреждаю второе второе что очень важно допустить что если я 1 отказываюсь я понимаю что а так интересно вот жизнь в ней есть какой-то смысл который я не всегда улавливаю что за всем этим есть какой-то еще разумное начало хотя когда я смотрю на этот хаос который творится мне сложно согласиться с этим что это порой мне кажется что но начало не очень разумно во всяком случае в отношениях со своей свекрови но то есть вот какие-то вещи я чувствую что бог распал или что-то происходит с вот этим разумным началом что что-то очень странное творится но 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 все равно у меня есть какое-то предчувствие что все-таки там разумное начало и быть может я в чем-то ошибаюсь и мне хочется обучаться вот если у вас вы открыты и вы хотите обучаться и вы действительно думаете о том что ну какой-то замысел есть вот тогда вы прям по адресу попали дорогие друзья вот при об адресу и тогда если вы прям попали по адресу то прямо сейчас нужно обрадоваться что господи ну надо же вот мы сегодня будем говорить о том что мне важно и интересно и вот эти все люди им тоже это интересно вот если сейчас у вас радости не происходит от этого а вы сидите вот так меня оцениваете но давай дальше чё там скажешь что еще он до той поры пока у вас будет вот такое настроение мы ничего с вами не сможем пройти никуда дальше потому что в оценивающем состоянии сознания человек просто ну как бы высокомерен а высокомерному человек вот вот у меня тут видите стакан вот если бы у меня тут была бутылка то вот воду можно в стакан или только если стакан будет немного сниже и вот из бутылки или в ручей да мне нужно вот этот стакан ниже поставить и вот это ниже называется не хуже не то что что вы мне предлагаете тут ниже стать еще нет это просто чтобы знанием получить не нужно на какое-то время занять смиренное положение вот это так сказать необходимое условие для того чтобы мы могли дальше продолжить и смиренное условие это не при смиренное состояние это не прибитое состояние это не то что вас унизили каким-то образом куда-то вас они не знаю как-то опустили нет смиренное состояние состояние интереса энтузиазма и открытости вот это вот такое состояние поэтому если у вас сейчас такое состояние проверьте себя прямо сейчас потому что я на ваши лица смотрю у многих такие лица не сложно с этим согласиться что у вас сейчас такое состояние но я уже допускаю что именно так она и выглядит на вашем лице вот поэтому вы как-то сами с собой поговорить и если вы с этим согласны то как-то отреагируйте вот кто-то даже улыбаться начал это здорово да то есть кто-то сейчас вот но просто меняется в лице даже пододвигается и вот я чувствую что у нас с вами какой-то диалог начинает идти кто-то мне даже уже сердце начинает мария посылать да вот спасибо большое то есть какая-то живая реакция началась потому что мы не можем с вами сидеть и вы так отношения строить несимметрично да собственно говоря это есть уже несимметричное отношение потому что скажите пожалуйста вы сейчас что от меня чувствуете вот ну искренне напишите мы будем с вами общаться уже отношения строим правильно вот поэтому сердечность а не чувствует тепло заботу мудрость вдохновение открытость любой терпение спасибо большое честность классно спасибо дорогие друзья юмор вы чувствуете отлично ну то есть как-то меняемые люди чувствуются что не то что на меня наехали меня унизили а желание контролировать вот люди до контролировать я хочу желание прям сильное желание контролировать вас до в зуме такое мне дорогие друзья если контактировать на это контролировать бессмысленно иначе если я буду испытывать желание контролировать а вы так контролироваться не будете же я буду злиться раздражаться обижаться это вот все вытекающие чувства из желания контролировать спасибо большое и так так как сейчас я посмотрю сколько нас человек тут 138 мы размножаемся по ходу никто еще пока не ушел может ушли ну просто из цифры 126 мы стали 138 и спасибо вам большое начало хорошим сразу вам хочу сказать продолжение и подумайте об этом если мы с вами вступая в эту школу несимметричных отношений а вы спросите так что же это такое вообще в конце концов сейчас я буду объяснять я вам хочу сразу предупредить потому что знаете ведический принцип образования надо начинать с конца так вот конца не будет никогда не будет так дорогие друзья чтобы вы сказали я закончил школу несимметричных отношений я сама учусь все все учителя мне учатся абсолютно все и мало того даже удивительно в духовном мире продолжается это же самое почему ну потому что мы с вами учимся строить отношения не только друг с другом и не только с собой но еще и отношения с богом который безграничен и вот мы сразу же начинаем понимать но это не симметричные отношения если мы с вами строим отношения с солнцем скажите пожалуйста вы можете давать столько же света как солнце но нет а можете давать столько тепла но нет а вы можете сказать что когда вы просыпаетесь все начинает расцветать нет и то есть уже не 7 не симметрия правда а скажите пожалуйста можете ли вы создать такую романтичную атмосферу для всех а вот когда полна луне да вот вы выходите такая полная красивая луна и когда она сходит то есть тоже не можем а вы можете быть таким источником вот кто бы к вам не подходил пить а у вас идет все время такая освежающая вода вот вот для всех для негодяя для мудреца для коровы я таракана вот просто вы источник да к вам подходят все и напиваются вот и каждый для всех вы абсолютно вот такая вот чистая прозрачная потрясающая вода не то что о негодяй сейчас я тебе устрою сейчас буду кислотой нет вот мы это понимаем что а точно я же живу в несимметричном мире мало того как в бхагавадгите господь говорит я огонь пищеварения ведь правда мы уж не перевариваем просто закидываем нам язык свой удовлетворяем а как она переваривается важнее контролирует мы вообще ничего не знаем оказывается я здесь живу это в мире в этом удивительном совершенном мире и вдруг выясняется что я на самом деле уже живу в несимметричных отношениях с воздух вода я маме могу вернуть вот то что я вот меня выносил никогда и не могу я буду возвращать косвенно через то что я буду вынашивать своего малыша или я буду заботиться о своей семье я буду возвращать тем самым но вот вот знаете это как водопад вверх я не могу отдать воду все мне уже это дали и теперь вопрос как я это потом дальше передаю и вот это и есть школа несимметричных отношений то есть конце концов я удивительный человек который когда попадает вот это и я живу и думаю что это так и должно быть ну должно же так быть солнце же должно вставить должно луна должна светить должна вода должна быть чистой вкусной должна вот все это должно а как насчет вас и вот мы начинаем тут вот строя отношения мы начинаем считаться когда я работала психотерапевтом боже сколько я счетов вообще вы сколько выкатывали вот приходили говорили я это и это и это а он и не это и не это или наоборот он приходит я не это и то это она и вот понимаете вот когда мы хотим а ты мне я тебе вот просто представьте себе солнце сегодня бы сказал господи ну сколько можно светить ну какая-то отдача будет или не будет ну что же это такое ну или ручей говорит вот хоть бы спасибо сказать вообще набрали воду бутылки и пошли как будто так я должен то есть это удивительно что все оказывается божественное она никогда не выставляет счет но что-то нас выставляет я хочу назад конце концов я в тебя вкладывал мать мантулила замуж не вышла с твоим идиотом отцом разошлась потом всю жизнь на тебя мантулила а сейчас что мать дура мать плохая а ну конечно и вот понимаете как некрасиво не думайте же это кто ж такое говорю вы понимаете что он упрям вот я и говорю можно не в таком утрированном варианте но счета то я регулярно выставляю потому что откуда берется обида раздражение а не желание разговаривать желание отдаляться это же мы все умеем умеем никто вы не ходите же на семинары научите меня пожалуйста обидеться как я помню пришла на один семинар и я вот как раз делать такую я сказала а вы не могли бы меня научить долго обижаться и учитель очень уважаемый фрэнк дэвид кардел у меня посмотрел в каком смысле я говорю ну понимаете вот когда мой муж не прав да а я по своей природе такая быстро забываю плохое а вот ну если я так забываю быстро а он-то не запоминает же этот урок и а я хотела бы вот долго вот я знаю у меня знакомые есть они могут неделями не разговаривать я не умею я наоборот начинаю искать ну как бы как быстро наладить отношения а вот я была бы вот как криви вот он бы понял наконец-таки что так со мной нельзя он так хохотал он сказал нет вы знаете вот этому я вас учить не буду надо научиться наоборот прощать игры нет ну когда я не провода ну а когда я права вырезаете идет вперед говорит на встречу не тот кто прав а кто у кого больше страдания мудрости и терпения я думаю это мне комплименты рассказали или что да то есть как-то мне надо знать и мне как-то это понравилось с одной стороны но с другой стороны все равно ну как то же надо воспитывать мужа вы его не можете контролировать как сейчас я вас не могу тоже контролировать не у него будет свою жизнь он проходит свои уроки свое время он будет что-то постигает может быть даже вообще ни через вас может быть даже не через эти ситуации почему вы думаете что через эти ситуации все это силе на ему преподают может через эти ситуации вселенной вам преподавать вам ну какой но . на справедливость может вам fill in a преподают урок на смирение на способность идти навстречу и это подумала да вот это интересно и вот вся моя жизнь она вот обучает меня именно таким вещам то есть фактически строить вот такие отношения ока за око зуб за зуб принципе мы вот но никто нет это все умею но просто бывают такие уроки а вот если мне зуб а я челюсть да вот есть вот знаете вот такие вот школа тяжелых ударов как вот отомстить как вообще поставить на место как вообще чтобы не повадно было да вот вот это то чему мы знаете вот в этой сражении наших это точно что мы учимся и нам кажется что это университет жизни а университет жизни как раз обратно совершенно обратно и вот а как знаете это как я помню меня очень сильно потряс образ когда махатмаганди обучал когда на них шли со штыком с винтовкой английские солдаты они говорили а вы оденьте гирлянду я даже помню когда прочитал меня дурно стало на вас а он обучал непротивление злого силы вот и а удивительная вещь произошла удивительное совершенно что а когда солдат надевают гирлянду солдат в этот момент у него происходит катарсис какой-то он вдруг не месиво видит которое надо стрелять убивать и так далее да и это крайне редкие люди могут сделать сейчас смотрите мир сколько много насилия это ужас уму непостиженно согласитесь я далека от политики поэтому от меня это не ожидать но то что насилия много помимо того что убивают аборты 20 миллионов абортов в год а это просто убой скота идет вообще насилия огромное количество если в этом мире посреди всего этого насилия люди сидят и размышляют а как мне стать лучше чище при том что мир не не станет чище а это я стану чище когда мир благодаря мне стану чище если я стану добре эту мир чуточку станет добрее это как есть такое замечательное выражение станет переменной которую ты ищешь в этом мире и вот когда мы с вами начинаем об этом задумываться и через конкретные совершенно конкретные ситуации поступать таким образом и знаете обычно люди говорят что мне предлагаете святой что-либо а я не святая вот такая какая есть это здорово что вы такая какая есть а вы хотите стать немного чище или вы уже чистоты необыкновенной просто кристалл горный или все-таки есть что чистить внутри или вы можете стать менее раздражительной и вот об этом школами симметричных отношений и когда каждый из нас абсолютно каждый включая меня найдет кучу поводов для справедливого возмездия вот просто несправедливо с моей точки зрения я просто хочу рассказать как несправедливо все вы говорите правильно а насилия вот ребенка изнасиловали и вы что мне предлагаете знаете вот такие вот ну как бы мощные слова мощные лозунги факт мы можем сказать это сто процентов но мир вращается только потому что хотя бы кто-то не отвечает на зло насилие и вот если вы чувствуете что я хочу этому обучаться я еще не такой и от меня не надо ждать сейчас этого я пока скорее знаете если мне на ногу наступит так я вообще не знаю что сделаю я умею это легко делать это меня легко стоит я вообще очень боевой человек я вообще на справедливости не запаху тут все но что-то есть в этих словах почему учителя нам нас говорят в ту сторону направляют почему все священные писания нас направляют в ту сторону когда даже многие мусульмане когда говорят про мусульман ну мусульмане джихад да ну пророк мухаммед говорил что джихад это внутренний джихад это на самом деле моя война с моей гордостью завистью жадностью с вожделением об этом речь вот если мы с вами начинаем понимать что я в эту сторону но но как бы пытался но мне сложно получается а мы говорим а давай дальше пробовать вот давай тренироваться вот в эту сторону у нас там мышцы просто атрофирована полностью где справедливость где там я не знаю поставить на место там есть у меня мышцы какие ну пусть я там не шварценеггер но есть у меня там мышцы а вот здесь просто такие ниточки ниточки сострадания ниточки милосердия ниточки мудрости вот именно в эту сторону надо накачивать есть целая наука и она очень интересная наука основанная на священном писании но на именно прикладных духовных технологиях то есть вот мы берем просто какой-то например званных много избранных мало в библии а что это такое ну обычный человек скажу избранные ты избраны понятно как это со свиным рылом в калашный ряд не пойдешь избранные ты избран нет дорогие друзья вот зовут всех а избирают единицы избирают как этот путь как серьезный путь и это будет преображение себя преображение своего эго преображение своего сердца а это путь развития разума который будет видеть какие-то последствия через не занятию секундное вот решение сколько раз как я помню когда мне мама говорила тебе нужно научиться терпеть я помню мне это возмущало порой почему я должна терпеть там вот это очевидно я вот не прав там еще что-то она говорит ты подожди через некоторое время эту ситуацию ты увидишь другими глазами мне сейчас все могу оборачиваясь на свою жизнь и понимаю сколько много ситуации я вижу по другому тогда стой колокольни мне виделось одно но сейчас это совершенно другой и вот разум это способность видеть найти в санскрите есть такие два термина шреяс и пресс пресс даже самого слова это как приятная вот приятная сию секунду для моих чувств прямо сегодня а шрес это дальносрочный но как не дальнозоркость а предвидение и способность увидеть через много шагов вперед вот это называется разум и вот собственно говоря сегодня а моя задача мы с вами открываем сейчас школу не симметрично собственно говоря она никогда не было открытой мы тем более она всегда есть человечестве это школа не симметричные отношения это люди которые говорят я хочу услышать волю бога как знаете как иисус он знал все и он говорил пусть минут меня чаще сия не всемианском саду а потом сказал да будет воля твоя и прямо на кресте говорил прости их они не ведут что таря как я помню учитель рассказывал одну притчу говорил как шел святой через по дороге он увидел как скорпион упал в лужу и тонет и этот мудрец он начал вытаскивать скорпиона спасать скорпиона но скорпион его тут же ужали у него сразу же разжалась рука и скорпион опять упал в лужу опять начал тонуть опять же так мудрец хватил скорпиона начал вытаскивать скорпион его опять ужалил мы в опять бросить и другой говорит послушайте ну вы ничего не понимаете что скорпион вас будет все время жалить это его природа он говорит но если у скорпиона природа жаль то почему я не могу так тоже с таким же упорством не проявлять свою то есть его природа жаль моя природа спасать и вот если у нас появятся люди которые несмотря на жало несмотря на все они будут идти дальше не отказывай прости их они не вернут что творят как вы думаете было ли было ли с точки зрения иисуса справедливо сказать это что такое что вы тут вообще со мной сотворили но тогда бы вы не шли за иисуса таких праведников очень много но вот этот пример потрясающий нам я помню когда свое время я читала библию и вдруг это я была только закончила институт и просто когда читала что авраам отдал своего сына и я подумала никогда в жизни своего сына у меня как раз и маленький был никогда в жизни своего сына и я пошла к батюшке искал батюшка пошла на исповедь и искал батюшка вы знаете я не верующий он сказал как почему-то не верующий если ты не верующего это ко мне не пришла не батюшка это знаете поверхностная вера вот я читала библию я не могу я бы не смогла отдать своего сына а убиток тяж никто не просит я говорю да у меня не просит на месте авраама он сказал а ты не на месте авраам тебе господь дает такие задачи которые ты лично можешь выполнить поэтому не примеряйся на место авраам вчера ко мне подошла женщины здесь я помню когда только начались военные события все эти и и она она была в числе беженцев с украины и германии и она у нее просто разрывалось сердце от вот этих чувств потому что непонимание боль столько всего и мы тогда с ней разговаривали и вчера она подошла и и она подошла с цветами просто обняла и сказала спасибо вот тогда мне ваши слова были важны и я тогда не говорила я не осуждала и продолжаю я понимаю что какое-то время сейчас такое время которое я не хочу называть что виноват петров иванов сидоров или еще кто-то я просто понимаю что это нам дано пережить все вместе и у каждого в своем ну как бы он каждый попадает какое-то свое положение которое его ставит судьба в этом и как вот в этом во всем не стать просто озлоблены как вообще продолжать любить как вообще вот но как как расти детей как вот это все это вот у нас прямо сейчас с вами идет школа несимметричных отношений это не что-то искусственное придумано она уже есть и вот как это нам способность это все переживать проходить вырастать созревать очищаться преображаться становиться ближе вот это об этом школа несимметричных отношений и а это не означает что мы сейчас с вами уже знаем как матовый и у нас много чего не будет получаться но мы будем все время идти именно в эту сторону и даже если у нас что-то не будет получаться но даже если мы просто будем знаете хотеть захотеть вот становиться такими это уже здорово если они я еще не знаю хочу ли я или не хоть но я просто просто даже лежу в этом направлении понимаю что это вот это правильно вот человечество сейчас расчеловечивание происходит но если мы с вами будем становиться человеком с большой буквы ну кто-то же должен вот это и называется школа несимметричных отношений вот она об этом дорогие друзья и вот я вижу как у вас сейчас лица такие очень глубокие становятся и мне очень хочется всех вас обнять каждого и просто но я точно не собиралась плакать вот но просто понимаю что учусь в этой школе это радостный процесс на самом деле несмотря на слезы это радостный процесс крайне интересно обогащающий настоящий но у нас все будет по-настоящему ничего придуманного никакого пендрежа я вам буду обещать что венец безбрачие сниму карман шепчу там ничего не буду правда все будет но будем учиться как это становиться человеком большой буквы но это кстати сказать не предел человек большой буквы это вообще не предел человек это вообще промежуточная форма жизнь она такая знаете транспортная потому что есть восемь миллионов четыреста тысяч форм жизни из них четыреста тысяч форма разума человек не самая поэтому предела никакого нет потому что сбором нет потому что знаете если есть предел уже скукотища сразу заранее и а на самом деле нам нужно научиться любить бога и все его все его творение и это ой-ой-ой какая задача поэтому спасибо вам большое дорогие друзья ну вот это то что я хотела вам сказать а если вы еще не сбежали и продолжаете слушать да то вы можете начать задавать вопросы я вам буду отвечать вот и собственно говоря это начало такое это такая беседа вступительная перед тем что начинается самая школа я вам сразу хочу сказать что она не заканчивается у нас вся наша команда у нас сейчас больше 170 человек вчера я читала лекцию в ганновере я пришла там и не за чем сможет было больше я посмотрела на всех людей думаю господи даже все наши люди просто вот я сейчас тоже вот смотрю у меня тут не все на экране но ты сейчас буду листать ну вот знаете вот просто ты видишь что глаза видишь людей понимаешь наши люди да и ты понимаешь что вот нам всем ну как бы вот но просто надо продолжать у кого то разные ступеньки то на первом этаже кто-то уже на втором этаже кто-то уже на третьем этаже да кто то уже вообще не знает не считает уже да кто-то вообще еще и не стал но смотрит неплохая лестница мощная и главное на лестнице люди какие-то классные да еще смеются да вот это вот на самом деле способность любить дружить она самая удивительная я в это абсолютно верю я на самом деле верю не в бога дорогие друзья я верю в отношения с ним я верю в предное служение вот этому я учусь если вам интересно если вы еще раз хочу сказать что не в обезьяну верится и только себя любима давайте вместе ну все я замолкаю если у вас есть вопросы какие-то то пожалуйста вот мне тут она пишет как вести себя с ребенком он требует чтобы было по его правилам а потом гневается берется обзывает договариваться что я делаю не так а сколько вашему ребенку дорогая а не 9 да ну что делать девять лет вам нужно успеть воспитывать ребенка и находить подходы разные то есть вполне вероятно что он лидер и как лидер он ну как бы мало того если человек не первую жизнь лидер да он уже рождается вот таким вот немного есть у друзей детей которые просто с пеленок начинают разговаривать вот таким вот образом я сказал еще даже казал еще не может сказал и говорит да уже просто приказывает и поэтому а так как он лидер то нужно учиться с ним советоваться и вот эти вот советы с ним вот они должны быть такими направляющими чтобы сразу ребенок ну как бы он же не понимает но вы же понимаете как правильно кстати может и вы не понимаете тоже с airlいる можете но будете вместе с ребенком учиться то есть вам нужно учиться не просто ему так приказном порядке отдавать или просто его на место ставить и так далее вы можете потерять отношение с этим образом ребенком но вам уже нужно научиться сформулировать вопрос таким образом чтобы Ребенок, отвечая на него, сам просветлялся и вытружил. Например, я чувствую, что ты лидер. Вот очевидно, что ты меня любишь строить. Похоже, тебе предстоит много-много с кем управлять в этом мире. Быть может, даже целой страной. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какие качества для царя очень важны? Вот вы начните с этих. И какие из этих качеств? А какие вообще для царя просто ужас? Если не приведи, Господи, царь будет с такими качествами, как ты думаешь? Окей, царь, ладно. А вот руководитель предприятия, а отец семейства. То есть ему нужно показывать, как человек, который что-то требует, он сначала созидает, чтобы что-то, ну как бы с кого-то что-то спросить, нужно сначала вложить. Вот, поэтому постепенно, постепенно вы с ним вот эту науку управлять будете вместе учить. Вот, и это на самом деле очень интересно. И это не означает, что он сегодня с вами согласится. Абсолютно нет. Но его разум будет развиваться. И это самое важное. Ну вот это есть несколько слов. Елена, пожалуйста. Марик, мамы мои поклоны примите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня не очень простые отношения с мамой. Хотя мы были всегда с ней очень близки. Но так получается, что ряд событий по медицинским показаниям, она претерпела много-много операций. И когда последние операции уже сейчас увенчались успехом, покинул тело мой отчин. И мама немножко поменял поведение. Боль ушла. Эндопротезирование у нее в последние операции были. В общем, она встретила мужчину. И прошло три года, как прошло после того, как они вместе. А теперь они решили расписаться и повенчаться. Ну, как бы они основываются на том, чтобы якобы это нехорошо жить вне брака. Ходили на исповедь. Их благословил священник на то, чтобы они, слава богу, пока просто расписались. Вопрос не в том, что сейчас человек поменялся, хотя к антоксикациям он относился как бы крайне положительно. Но сейчас не совсем от этого ушел. Вопрос в изменениях наших с ней отношений. То есть у нас вот произошел такой диссонанс. И, скажем так, вот сейчас я прохожу процесс растождествления. Он уже достаточно глубокий. Я сейчас могу об этом спокойно говорить. Но еще два года назад мне причиняло это огромное страдание. Потому что, ну, были очень близки. Но теперь вот просто сегодня буквально сложился опять такой диалог. Она вновь как-то возвращается к каким-то странным, ну, по моему мнению, опять-таки. Потому что мое мнение, оно, безусловно, неверное. И я пытаюсь бороться с этой, с чувством зависти, что ли, внутренним. Какой-то, ну, когда ребенок, да, с мамой вот разрывает отношения. Хотя мне уже 45 лет в этом году. Я понимаю, что это неправильно. Но, опять же, она сейчас вот сказала какую-то фразу. Ну, там, какая-то женщина ей бы советовала не ехать в бассейн. И у этой женщины там личный опыт свой. Но мама верит, например, этой женщине. Хотя, как мне кажется, она просто, ну, так Господь, наверное, хочет, я понимаю, растождествить нас вот во всех. В каждой фразе, в каждой какой-то. Ну, она говорит, что я придираюсь к словам. И она права, безусловно. Потому что, видимо, я не нахожу этот язык любви. Чтобы как-то... Либо просто мне, наверное, отстать уже от нее. Ее, как когда-то мне посоветовал духовный наставник, яйца курица не учат. И он абсолютно прав. И уже не обращать внимания просто на ее жизнь. И как бы отпустить всю эту ситуацию. Но вот я так понимаю, что в сердце сидит еще как-то заноза. И мне так хочется от нее избавиться. Спасибо вам большое, дорогая Елена. Чувствуется, что у вас борьба внутренняя идет. С одной стороны, вы все понимаете. А с другой стороны, как бы чувства никуда не пускают. И вы даже поставили диагноз себе про зависть. Ну, то есть теперь осталось время, чтобы вся та лучшая природа, которая у вас есть, взяла вверх. И тогда бы вы поняли, что ваша мама, она просто женщина, которая в данный момент времени хочет устроить свою личную жизнь. И она всячески тоже должна для себя это как-то оправдать. И она очень за это держится. И это так по-человечески как бы понятно. С другой стороны, конечно, вам хочется видеть мудрую маму совершенно с другими мотивами. Совершенно вообще, которая просто в чувство, в такое в отречение от каких-то своих удовольствий уже. И просто вот как мать такая святая. А она вот не такая. Вам нужно просто принять свою маму, у вас вот такая мама. И просто молиться, и вам стать лучше, а не работать над ней. Поэтому вы и так все хорошо понимаете. Поэтому спасибо вам большое за искренность, что озвучили. И я уверена, что вам просто от этого станет лучше. Да, большое спасибо, Малик. Мне уже от вас уже лекарство идет. Спасибо. Благодарю вам. Кто-то у нас тут может курировать? Мария дальше у нас. Спасибо, Лера. Спасибо большое. Мария Дозамшарифовна, слушатели. Я вот с таким вот вопросом. Как различить смирение от гордыни? Потому что для меня это как-то сейчас больная тема. К примеру, да, вот на работе у меня стало, ну, часто бывает такое, что на меня наезжают. А я могу сидеть такая, Алёнушка. Вот, я улыбаюсь, у меня все хорошо, это у вас все плохо. Вроде бы как я веду себя как смиренно, но потом у меня опять-таки прилетает. С этим как быть? Вот, вроде бы симметричные отношения. Вроде бы и по своевшим лучке добра и счастья. Ну, тут так, как есть, проговариваю я. Спасибо, Мария, за вашу искренность. И вот вы абсолютно правы, что на самом деле это кроме вас самой и Бога, это порой никто и не различит. Да, то есть снаружи можно вести себя святой-святой, но Господь в сердце не будет доволен этим. Вот. И вот как бы в сердце, вот вы сами говорите, сижу такая Алёнушка, да, а на самом деле вот ничего же это, это же не так, да. И вот если вы искренний человек, то, ну, просто вы понимаете, что мне да ещё до Алёнушки, я не знаю, вообще Семьёвский селях левает, когда луны пешком. Но это как-то раз я со своим учителем разговаривала, и я говорю, вот я начала заниматься духовной практикой, и говорю, и теперь мне все говорят, ой, вы так изменились, вот такая, прям такая это, а я же вот один в один как бы испытывала. Просто я теперь знаю, что надо вот так-то ходить, улыбаться, но на самом деле у меня там внутри этого нет. Я говорю, и все ещё говорят, что я прогрессирую, но на самом деле я не прогрессирую, потому что я просто стала лицемерной, я до этого могла хлёстко сказать, а теперь я такая вся такая, ой, Харе Кришна, дорогие друзья, да, а он так хохотал. Я говорю, не, ну что вы смеётесь, я серьёзно говорю, все, ну как бы, все думают, что я такая прямо уже прогрессивная, на самом деле я лицемерная становлюсь. Он так хохотал, говорит, не, ну здорово, ну уже теперь же, ты же тебя не рубишь. Я говорю, ну не рублю, но уже этому радуйся. А то, что стать надо чистой по-настоящему, это ещё путь. Но то, что ты начала какой-то культурной, более культурной становиться, это уже тоже хорошо. Так что, Мария, вместе идём дальше. Спасибо большое, идём. Спасибо большое. Регина. Это ты сказала, Инна или Регина? Регина. Здравствуйте, дорогая Маленька Малан, дорогие участники встречи. Очень рада снова быть в этом пространстве. Марина Замшерифовна, знаете, я с очередным беспокойством, с какой-то очередной ситуацией такой, которая понимает, что она меня прям уже начинает отпускать, но между тем я испытываю страх. У меня дочь, она подросток, ей 18 лет, и никогда не было у неё поползновений каким-либо невежественным моментом. То есть мы всегда с ней разговаривали, выразумительно что-то, искали какие-то ответы на разные вопросы, как стоит поступать, как не стоит поступать. Этой весной она полезла себе руку на парень, на занятия. Вот говорит, я не знаю, почему я так сделала, но я так сделала. То есть мы взяли от учёбы некий такой тайм-аут и уехали домой. Уехали к старшим разобраться вообще, что здесь происходит. Что происходит со мной, что происходит с ней, чтобы отдалиться от ситуации и как-то прийти в порядок. Всё вроде бы как разрешилось. Многие потом по приезду, многие вопросы стали в моменте решаться, то есть уже начали отделять ситуации от эмоций. И как-то она очень быстро стала приходить в порядок. Мы две недели как снова приехали, она вернулась в учёбу. Здесь она вот буквально позвчера говорит, мам, я была энергетикой. И я поняла, что я вообще, я вылетела, я вылетела как мама, я вылетела как человек. И я поняла, что я внутри злюсь, гневаюсь, раздражаюсь. И я как мама поняла, что я в принципе уже не состоялась. У меня столько негодования на неё. То есть вот эта вот сдержанность внутренняя, чтобы на неё всё не вылить. И в какой-то момент я почувствовала, что у меня, знаете, такое ощущение по отношению к ней, может быть, даже не к ней, а к происходящим событиям, в том числе к ней как к Личности. У меня, то есть я потеряла доверие. У меня, я прямо почувствовала, что я ей не доверяю. Такой момент, что появилось отчуждение. То есть какую-то дистанцию взяла для себя, чтобы вообще понять, что снова происходит. То есть либо это какой-то звонок, что в принципе нам надо отсюда вадёру давать, уезжать. Либо же это какой-то урок, либо это для неё необходимый опыт. Хотя она девушка не глупая, она в Лине училась. Она участвовала в проекте «Папа, ты где?», в создании этого видеоролика. И сейчас, через год, глядя на всё происходящее, какие-то такие вот моменты. Либо это звоночки для меня и для неё, либо что-то. То есть какое-то поползновение вкуса, в невежество. Как её от этого огородить, я на сегодняшний день не знаю. Вот что-то, какой-то перекос. Или это во мне, или это в ней, или это обоюдно. Вот, и у меня, знаете, как опора какая-то ушла из-под ног, ушла из сердца. Прям такое ощущение, что всё, что чистое и святое было во мне, но в одночасье просто она просто рухнула. Я как-то попытаюсь восстановиться. И у меня сейчас прям сложно с ней разговаривать. Лиза ищет ко мне подходы, она говорит, мама, пожалуйста, доверяй мне. Это же ведь не наркотики, это не что-то там такое. То есть я сегодня думаю, Господь, слава Богу, что она не наркотики попробовала. Вот. Что бы вы рекомендовали, на что обратить внимание в этой ситуации, как не запасть там в потребителя, в жертву, в агрессора, а выйти из, ну, как-то качественно новой, что ли, для меня, и вразуметься для того, чтобы вразумительно с ней смочь поговорить. Потому что она мне научная, или нет, она говорит, мама, ты знаешь, так-то ситуации так не разрешаются. Нужно сесть и поговорить. А я не могу с ней сесть и поговорить. Потому что я понимаю, что я могу просто вспылить, говорить какие-то там очень, ну, как бы правильные слова, но они могут быть очень-очень колкими. И я боюсь, ну, вот какого-то такого теолога, который вот просто нас раздерет на части еще больше. И я поэтому какую-то дистанцию взяла, чтобы мне внутренне подготовиться к этому. Я ей четко озвучила, Лиза, я не могу с тобой сейчас разговаривать. Он говорит, я чувствую. То есть... Ну, для меня это просто все неожиданно. И страшно. Потому что что может быть за этим следующим каким-то шагом? Ну, благо, что она просто приходит и говорит. У нас дома есть освященная пища. Это как... 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 Важный вообще момент в нашей жизни. Она любит посещение храма. Но здесь сейчас нет храма. Здесь есть группа по октябре, что сюда мы уходим. В воскресенье вот она сейчас в гостях. А я осталась для того, чтобы подключиться к эфиру. Пойду уже попозже. То есть она знает много других вкусов. Реально вкусных вкусов, которые вот прям божественные вкусы. И почему... Вот мне непонятно, что Господь здесь контролирует, что я здесь контролирую, пытаюсь ли я контролирую. Или дать ей волю. Ну, как дать ей волю, не покушаясь на ее волю и свободу. То есть на следующий год, чтобы она уже самостоятельно продолжила учебу, она здесь учится. Я в нашем родном городе работаю, занимаюсь обеспечением семьи. То есть как-то так, что ли. Разделить и сдалека наблюдать вообще, как она будет расти. Но мне это не откликается. То есть я в каком-то таком поиске. очередной какой-то просто урок свалился. И я не понимаю, какой это урок, честно говоря. О чем оно? На что оно? Доверие, конечно же, вернется. Ой, я точно знаю. Вот. Вот как там. Как мама понимает, что мне важно уберечь. Я точно знаю, что здесь всегда соломку можно постелить. Какая-то такая. И то, что вы говорили про войны, которые сейчас происходят, это внутренняя борьба, внешняя борьба, оно всё. Регина, скажите, пожалуйста, вы сейчас с кем разговариваете? Я с вами, ну, про войну уже что-то отвлеклась. Простите. Нет, вы сама с собой разговариваете? Да. На фоне всех остальных. Простите, пожалуйста. Я вот сижу, молчу и думаю, стоит ли с вами разговаривать? Потому что вы всё время в своём аналоге находитесь. Способны ли вы услышать сейчас что-то? Я постараюсь. Ну, как чувствуете? Что? Как чувствуете? Ну, я постараюсь услышать. А как вы будете стараться? Что это будет проявляться? Внимательнее быть к вашим словам, к тому, что пространство вот этого встречи, оно не только я одна здесь, а есть ещё более 130 участниц, участников. Здорово, что вы вспомнили, что вы тут не одна. Это очень классно. Скажите, пожалуйста, в ситуации, кто старше, вы или ваша дочь? Я. Кто должен подходы искать, вы или ваша дочь? Я. То, что вы сейчас её отрезаете, это её подталкивает к чему? Как раз вот к этим невежественным поступкам. Совершенно верно. То есть вы её любите только когда она соответствует некому идеалу, вы можете ей гордиться. А сейчас вы говорите, у меня разрушилось всё. Всё божественное разрушилось. Это божественное разрушаться не может. Это образ ваш, какой-то образ доченьки такой распрекрасной, которая должна вот радовать и такая вот прям вот святая, желательно вообще непорочная. И вот так вот она дошла и пошла на небеса, и просто все летавры бьют, какую дочь вы воспитали. А когда у дочери сложность, в этот момент мама становится ещё ближе. мама не отрекается от дочери в этот момент. И когда дочь говорит, мама, давай поговори, я с тобой не могу сейчас разговаривать, это как это? А с кем я сейчас разговариваю? Вы её подталкиваете идти куда-то и искать там прибежище. Она не может, она должна где-то найти прибежище. Конечно, в идеале она должна найти в Боге, но она не умеет это делать. То есть настолько жизнь может быть искусственной в религиозных каких-то вещах, что человек идёт и энергетик пробует, я не знаю, вскрывает вены или ещё что-то, потому что что-то искусственное в этом во всём. И вот сейчас вообще всё то, что нагорожено искусственно, сейчас карточный домик упадёт. И будет видно и вы какая, святоша, что вообще с верой вашей, что вообще с вашей семьёй, какие у вас отношения. Вот именно сейчас самое время созидать отношения не искусственные, не придуманные, а настоящие. И у вас очень мудрая дочь. Она к вам делает постоянно шаги на встречу. И поэтому она мудрее, чем вы. И вот в такие моменты вот это созидается дружба, любовь, отношения, материнство. Вам сейчас нужно вырасти как матери. А не сидеть вот так, не размышлять, ну не знаю, ну хорошо, что ещё нет. Называется ленивая мамаша. Побеспокоили образ. Простите, я говорю, очень прямые вещи вам сейчас. Нет, всё хорошо, потому что я нормально всё. Я понимаю. Я понимаю, я тогда ну понимаю, что надо работать, над чем надо работать. Куда надо двигаться. Но учиться, нужно учиться, вот то, что вы пришли, то, что вы открываетесь, это уже здорово. То, что вы слышите сейчас, но вы это ещё не умеете. И вот теперь нужно учиться, а как это делать? А как разговаривать? Потом опять, почему у нас все образовательные проекты групповые? Потому что я пошла, поговорила с дочерью, у меня, может, тут ещё больше пожар возник. Потому что ни я толком не умею, и вообще у меня сейчас какие-то эмоции полезны. Я прихожу и говорю, слушайте, а вот сейчас вот такая ситуация. Подскажите, пожалуйста, а как? А что? И опять созидаю себя. И опять, и опять. То есть не один раз мне надо поговорить и успокоиться. Вообще, вообще речь не стоит об успокоиться. Речь стоит о том, чтобы действительно стать мамой, которая умеет любить в сложных ситуациях. Не отказываться, не оценивать, а действительно любить и проходить вместе сквозь это. Потому что у неё нет другой мамы, кроме вас. Да. Поэтому сейчас вам нужно становиться мамой. А не оценивать и не отказываться от неё. Да, спасибо большое, Марьяна. Для меня это очень, ценно, очень важно. Потому что вот этот вот внутренний какой-то отказ, который произошёл мне столько боли, когда я это увидела в себе, и я думаю, ну как же так? Спасибо. Вам очень благодарна, что вы слышите, что у вас хватает разума такие вещи. Принять, и это означает, что ваши отношения с дочерью не будут сближаться. Но она никогда не будет такой, какой вы хотите её быть. Она будет такой, какой она пришла. Она пройдёт свой путь, и ошибок пройдёт путь, и падение пройдёт путь, и мама никогда не отказывается. Она может ругать, она может говорить там что-то, но она не отказывается. Это вечное отношение. Передайте ей от меня привет. Она вас очень-очень полюбила за то время, пока они готовили этот проект. Папа-то где? Она говорит, мама, маленькая-молодая, как удивительная, хотя она с вами, нет, она с вами виделась несколько лет назад, когда был фестиваль семьи, и, ну, вот этот вот проект «Свяжение вам», он открыл очень какие-то сокровенные отношения в её сердце по отношению к вам. Ну вот пусть она возвращается к нам обратно. Скажите, что у нас же молодёжь всё продолжает делать. Пусть она приходит и никогда не оставляет этих ребят, которые идут по этому пути. Ей гораздо будет лучше так. Да, спасибо большое. Добавляю всем сердце. Спасибо. Дорогие друзья, у нас с вами время же ограничено, но мы, это ограничено этой встречей время. А так мы с вами встретились, чтобы продолжить дальше общаться. Поэтому, кто не успеет, сразу не обижайтесь. Хорошо? Вот. Перейдёте просто в школу и дальше продолжите учиться. Валерия, кому-то дальше. Евгения, вам слово. Благодарю. Благодарю, Валерия. Благодарю, дорогая Марина Замшерифовна. Я вот что хочу сказать. Что-то мне вот так в сердце сильно попал. Вопрос Регины и ваш ответ. То есть, это, по сути, про меня тоже было. То есть, вот мой вопрос, который я тут приготовила, он настолько незначительный по сравнению вот с этой ситуацией, которая была описана. У меня просто тоже дочь, и у нее все задатки есть вообще, вот как у дочери Регины. То есть, вот характер такой, что я думаю, ну как вот я буду, вот она сейчас с подросткового возраста сходит, как я вообще это переживу. Меня уже после прошлого вебинара позвали кураторы в школу, родительский университет. Я подала заявку, поговорю вообще, я горжусь для квалифицированного такого обучения или нет, когда будет собеседование. А сейчас вот у меня такой вопрос, вот про несимметричные отношения. Может быть, вы сталкивались с моим большим многогранным опытом, Марина Замшерифовна, вот горловой блок. То есть, вот у меня видящая женщина сказала, что, ну симптом такой, что пациент приходит к психиатру, к доктору, говорит, доктор, меня все игнорируют следующий. В общем, у меня это в семье проявляются вот такие отношения, то есть где-то там, ну вовне они так сильно не проявляются, потому что люди мало знакомые, не близкие, они там стараются уважение проявлять и все такое друг к другу. А в семье вот, ну реально проявляется то, что, ну, не слушаются дети там подолгу, вообще не замечают там, значения не придают. То есть, ну я думаю, это по судьбе не просто так, то есть мне нужно чему-то обучиться, мне нужно обучиться, может быть, более внимательнее к людям, может быть, больше слушать людей. Вот на своем примере вот получаете страдания. То есть, ну вот, отношение к мужу я как-то приняла, так, ну ладно, ну не услышал, не услышал там, ну, где-то чего-то там, последнее узнала там, какие-то новости, ладно там. А вот когда дети, вот, я просто училась тоже уже на курсе, на курсе образумной маме, такие хорошие учительницы, сразу хочу сказать, и курс такой хороший был, мало мы не кричим. Я вот все понимаю, я вообще совсем согласна, чему учат, но вот я прихожу к своим детям со всем этим знанием, полученным от учительниц, что вот они незрелые там, они, мне нужно проявлять мудрость, а мудрости пока нету, ну, и меня игнорируют, 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 я дала вспоминать там, что меня учили вот тому-то, вот как там надо, подход, шел в Александр Ильича на Монашвили, вспоминая, как он там тоже, вот он так подошел, там руку на спину положил, а мне игнорируют, и в общем продолжают. И я вот думаю, может, просто есть какие-то особенности, если вот этот горловой блок есть, может, мне на что-то внимание больше обратить надо, и как-то, то есть я не знаю, но может быть, у вас есть для меня какой-то совет вот в этой ситуации, вот с такой особенностью, вот потому что я знаю, что у меня одна такая есть особенность в тонком теле, в общем, это мой вопрос, спасибо большое. Евгения, дорогая, вот выкиньте все эти вообще вот, вот меня так вообще люди удивляют, вот с этой психологизированностью раз, и еще вот с тем, что им что-то сказали, какая-то у вас горловой блок, и так далее, знаете, что у вас центральное есть? Игнорирование меня, я мне мое, вот это ваша болезнь, поэтому никто от вас не проигнает, если вы вкусные пирожки испечиваете, все возьмут и съедят, никто, если вы там что-то такое сделаете замечательно, все будут рады, вот, но вам нужно вот, как бы особое что-то личное для вас, поэтому просто, ну, перестаньте, это так здорово, что вы можете быть полезны, и ваше эго не будет расти, а вы вот просто хотите выпить, поэтому никто у вас ничего не игнорирует, просто себя с центра уберите и спокойно живите себе дальше, горловая чагра, я вот это самое, что-то вы на голове себе придумали вообще, выкиньте это из головы, все хорошо, у вас есть дети, у вас есть муж, у вас есть семья, у других вообще ничего нет, поэтому игнорировать меня, успокойтесь со своей головой, живите как-то дальше. Спасибо. Это просто говорю, настолько незначительная проблема, вот, по сравнению с предыдущим вопросом, вот, я так послушала, это все, все, что вы сказали, это вот для меня было тоже, я прям слушаю, к себе применяю, я еще переслушивать буду, чтобы ничего не пропустить, а вот эта чакра горловая, это вообще ерунда, вот, правда, я с вами согласна, спасибо большое. Вот, она говорят людям, люди верят, вообще это просто поразительно. Екатерина Вяткина. Здравствуйте, Марина Замшарифовна, у меня вопрос, моему сыну в этом году 40 лет, он пьет, уже, наверное, лет 15, то есть, он не запойный, но он пьет все время, он пьет пиво, ну, в общем, я хотела спросить, как, можно ли вообще ему как-то помочь, у него семья, двое детей, мы живем в одной квартире, двухкомнатной, у нас, ну, мягко говоря, не очень хорошее отношение с невесткой, потому что она очень часто говорит, какая я плохая ему, и, ну, в общем, вот, такой клубок, и, я так думаю, одним из узлов в этом клубке является, вот, пьянство сына, и я так думаю, что где-то, ну, много процентов моего воспитания, потому что без отца сын рос, и я достаточно жесткая была по отношению к нему, ну, как-то воспроизводила свое собственное воспитание, и вот, как итог, он пытался кодироваться, вот, собираются идти к бабушке, ну, вот, как я могу, как мать, помочь? Как вас зовут, простите? Екатерина. Екатерина, отчество как? Дмитриевна. Екатерина Дмитриевна. Ну, такая карма сложная у вас, поэтому, какие-то вещи вам придется терпеть, вот, и вам нужно просто научиться молиться, и я бы вам посоветовала идти в Академию мудрости учиться, потому что вам нужно обрести круг людей, которые, с которыми вы могли бы что-то проговорить, выслушать, напитаться, и потом вы сможете тогда терпеть то, что жизнь вам, ну, как бы взрастили, да, то есть как это, у осинки не родятся апельсинки, но вам нужна сила, чтобы это как-то переживать, и помимо силы еще нужен свет, чтобы им светить, как-то тоже согревать, не только обижаться, не отчуждаться, вот, и поэтому от них вы пока этого не можете, они вам не доверят, и поэтому вам пойдите в другом месте будете брать, чтобы здесь чуть-чуть делиться, хорошо, вот, а уж как они дальше будут, просто по молитве, молитесь Господу за них, да, и все, и доверьте Богу, вот, как там будет, я не могу сказать, что вот в результате, станет пить, так не буду говорить, но вот просто я чувствую, что вам нужна поддержка. Спасибо большое. А какая-то есть особая молитва, вот за детей, за сына, в православии есть запьющих, там далее, дело в том, что у нас здесь люди разных конфессий, и поэтому я, например, воспеваю Харе Кришну Махамандру, кто-то там пять раз к намаз читает, кто-то Иисусу Мамику читает, поэтому в зависимости от того, что вы, каким путем идете, вот, значит, если никаким путем не идете, можете, ну вот для меня, самое могущественное, это Махамандра, вот, но я, ну, категорически не хочу ничего навязывать, поэтому вы сами тут решите, со своими наставниками, духовниками и так далее. Благодарю вас. Алена. Добрый день, Марина Замшарифовна, дорогие участники, я попытаюсь сформулировать свой вопрос, я как раз-таки тот человек, у которого нет пока ни мужа, ни детей, но я хочу, чтобы было, и я понимаю, что мне очень сложно строить отношения с мужчинами, я бы хотела просто услышать ваш совет, может быть, на каких принципах девушка должна строить отношения до замужества, до брака, потому что я вижу, что я, мне очень сложно вступать в любые взаимоотношения, но при этом я очень сильно привязываюсь к человеку, даже если это просто общение, я вижу, что мужчина просто начинает этим пользоваться, и причём я говорю даже не о каких-то близких интимных отношениях, а просто эмоционально он видит, что я ему очень много отдаю и начинает пользоваться, и у меня начинается такой как бы рассинхрон, ну вот человек мне нравится, это же естественно, что я хочу ему отдавать, а потом, ну то есть я вижу, что человек каким-то образом слишком много берёт, а мне ничего не возвращается, и я понимаю, что возникает какая-то нездоровая ситуация, и просто моё вот такое общение, оно никогда не вырастает во взаимоотношения, да, то есть я не могу построить ни семью, хотя я очень хочу, и я, ну, я очень такой семейный человек, то есть я вышла из семьи, в которой ценят, ну, с такими хорошими ценностями мама, папа, брат, да, то есть у нас всегда была такая тёплая атмосфера в семье, ну вот поэтому у меня сейчас такой разрыв в голове шаблона, что со мной не так, почему со мной что-то не то происходит, что я не могу построить эти отношения. Спасибо вам за искреннюю зарегалённую. То, что вы описываете, это очень естественно для женщин, то есть женщина, она привязывается, и она хочет, чтобы кто-то за неё ответственно взял. С одной стороны, я чувствую, что у вас есть какой-то дефицит внутренний. Вот, поэтому вам нужно сейчас научиться стать счастливым. Вот, потому что от дефицитных, ну, как бы сначала люди хотят, а потом что-то чувствуют и отходят. Поэтому вам нужно стать счастливым вне зависимости, есть с вами кто-то рядом или нет. Если вам Господь даст замуж выйти, вы придёте туда, будучи счастливым, станете ещё более счастливым, потому что семья – это увеличительное стекло. То, что вы приносите, оно разрастается. Если вы туда несчастье притащили, оно вырастет очень сильно. Вот, поэтому вам нужно учиться быть счастливым. И тогда, а если вот, ну, знаете, вот в это, сейчас такой век, калий, угла, что кто-то и не будет замуж. Но если вы научитесь быть счастливым, вы станете счастливой и даже с такой ситуацией. Поэтому, если вы не научитесь этому, вы просто, каждый, кто не будет подходить, вы будете примерять фамилию, а вдруг это мой, и это паранойя будет. Сейчас у многих женщин такая паранойя. С ними даже просто в автобусе невозможно проехать, она уже замуж выходит. Поэтому давайте это, закончите это. Просто найдите гораздо более что-то интересное, да, и если вот к такому интересному, еще и интересному мужчину присоединится, если вы, причем, совершенно четко будете понимать, что вам хочется, и чего вам точно не хочется, вот тогда вы не будете влипать в это. Вот, поэтому я бы вам предложила получать образование. Образование не в плане, там, какой-то диплом, а именно образование, как человека, вырасти внутри себя. Вот, чтобы вы, вам было настолько интересно жить, настолько интересно все, что происходит в вашей жизни, что если кто-то еще будет, вот, ну, как бы еще и усилить это, ну, классно, а если нет, ну, извините, мне тут гораздо более интересно, влечить. Вот, хорошо? Спасибо, спасибо большое. Я думаю, еще один вопрос достаточно. Вас хотела спросить, Карина Коваль, вам слово. Доброго дня, благодарю, дорогая моя, действительно, много для себя услышала, хотела точнить у меня такой момент, что на данный момент, получается, много обучений прошло, и, знаете, изначально, когда была и Багрия Рама, было так, что знание получало, и у меня получалось их применять на практике, а потом, после ПТТ, у меня пошел сейчас отказ, потому что я понимаю, что знаний стало еще больше, у меня они не вмещаются, и я их не применяю на практике, из-за этого очень сильно и эго стало вылезать, и такой диссонанс с мужем и с дочкой, и второй момент относительно дочки, как раз тоже уточнение, я не понимаю, как себя грамотно с ней вести, когда что-то там, например, запрещают, из разряда нельзя перебегать улицу на зеленый, ой, на красный, на красный нельзя перебегать улицу, когда с ней нормально разговор, она это слышит, видно, это у нас знает, но бывают моменты, просто сейчас так уже не вспомнится в голове, но что-то я говорю из такого же разряда, что, например, вот это, ну, как бы это нельзя, а она не слышит, и у меня получается, тогда я не как взрослый ответственный человек ей нормально объясняю, а я перехожу, ей сейчас три года, а я вот где-то там на возраст пяти лет опускаюсь, и начинаю ей вот так же там кричать, пытаться как-то объяснить, топать ногами, и вот, то есть, как вот с ней общаться, как мне от этого уйти, и вот про знания, да, спасибо. А как вы себе представляете, как я вам должна сейчас ответить на этот вопрос? Вот вам дочка три года, и как я должна с ней общаться? Что я такое должна сейчас вам сказать? Вы же так все знаете. Вам просто надо, пришло время реализовывать все то знание, которое вы получали. Я вам сейчас ничего нового не скажу. Вы прекрасно знаете, что дочка три года, она испытывает массу. Она на самом деле, у нее сейчас кризис трехлетки, это ей сейчас тяжело с теми чувствами, которые у них внутри бунт и так далее, и она как бы предполагает, что мама выдержит этот бунт. Она будет говорить, нет, я не согласна. Если она будет все время с вами соглашаться, не делай так, хорошо, вот так тоже не делай, хорошо, и она такая вот просто ходит, такая, что это за дочь? Вам тогда надо купить себе резиновую куклу и как-то с ней иметь дело или робота такого заказать специального. Она у вас живая, и вообще у нее есть свои планы, свои желания, свои вообще, мало того, у нее там сейчас, говоришь, горбоны начнут просыпаться в 15 лет, так она вообще вам устроит. Так как-то, а я вот опустилась на пять лет и сижу с ней. Это вот тоже опять психологизация. Вот теперь я не беру ответственность. Ну, возьмите. Вот как вы себе представляете, что я вам такое должна дам? Карина! Ну, как-то вырастите и станьте мамой. Она еще пока трехлетка, господи. Вы что вообще думаете, что это, это же пожизненное заключение? Все. Что такое три года? Теперь вы все будете расти, теперь будет потом пять, потом семь лет, потом будут проблемы пятнадцатилетней дочери, потом будут проблемы двадцатилетней дочери, а потом у нее будет неудачная любовь, и вы все это будете. Это все, знаете, ой-ой-ой. А потом вот возьмут и энергетик попробуют, а вы скажете, все, убирайся с моих глаз домой. Я еще в три года поняла, что ты еще из себя ничего не представляешь. Да? Ну, то есть, вы что, Карина? Называется, набралась информации, вот теперь жить надо, учиться со всем тем, что учились. И постепенно, постепенно это все будет распаковываться. О, это же мы точно, мы же проходили. Вот теперь мне будет это все пригодиться вам. Поэтому вот учитесь. Благодарю. Ну, все, дорогие друзья, если вы еще не разбежались, значит, у нас с вами могут продолжиться отношения. Сразу хочу сказать, я те, кто впервые пришел, и думаю, так его как зовут, Маликамал или Марина Замшериф? Меня на самом деле зовут и так, и так, я на все откликаюсь. Потому что Маликамал – это мое духовное имя. И сразу, слава Богу, люди перестали бояться, что думают, что если она Маликамала, значит, мы теперь все должны поменять имена и как-то стать кришнаитами. Все знают, что мне так оказывается. Могу быть просто Васей Ивановым, продолжать оставаться Васей Ивановым. Хочу быть, вообще не вопрос, слава Богу, человечество немножко созревает. Раньше думали, что если человек говорил о генах, он агент империализма. Понимаете? Потом, если говорит о карме, это значит из секты. А теперь, слава Богу, человечество созревает и понимает, что оказывается, нам надо учиться независимо от того, какое мы расповедование, как мы называем Бога. Вот нам все равно нужно учиться вместе как-то служить Ему. Поэтому, слава Богу, мы из этого выросли. Поэтому вы можете меня назвать Марину Замшарифом, она меня может назвать Маликамала. Если вы спросите, а вам как больше нравится, я скажу Маликамала, так как меня назвал так духовно учить. Вот. Но на Марину Замшариф она тоже такая. Спасибо вам всем большое. Кто, значит, смотрите, у нас сейчас идут набор во все наши образовательные проекты. Значит, у нас есть Академия мудрости, это 50+. Там есть и мужской факультет, и женский. Впервые у нас в этом году мужской факультет уже даже аж 10 мужчин поступило. Это РАФ. Дальше Профэмили проект. Это семейные взаимоотношения. Тоже там и мужчины, и женщины. Дальше идет родительский университет. Тоже там отцовский клуб для мужчин и для женщин отдельно. Кроме этого подростковые проекты Разум Тинц. Для подростковой молодежи, лидеров, школа лидер новой эпохи. Вот у нас школа несимметричных отношений. Чандра Лока. В общем, короче, какая-то, я даже не перечислю сейчас все проекты, поэтому на любые вкусы есть. И все проекты наши за пожертвования добровольные, поэтому сказать, что мне не хватит денег, хватит. Пожертвования, какие пожертвования, от сердца вы чувствуете, я не знаю, как-то раз, у нас много есть тех, ну, нет денег, ну, окей, это не означает, что мне учиться. Одна женщина пришла и сказала, у меня день рождения, хочу подарить на мой день рождения вам детскую площадку. Я так удивилась. Вы знаете, каждый раз, когда дети на этой детской площадке играют, я думаю, дай Бог здоровья этой женщине. Понимаете? То есть это вот от сердца идет. Это сами вы решаете. Это благодарность называется. И как наш учитель, он сказал, как работает законы жадности, вы знаете, а вот как работает законы благотворительности, вам предстоит научиться. Вот мы учимся вместе с вами. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Я знаю, что здесь у нас есть кураторы с разных проектов. Я сейчас выйду, а вы можете еще, может у вас есть какие-то вопросы и кураторы вам смогут ответить. Если нет, то вы можете переходить по ссылкам. Валерия, я попрошу отправить ссылки на все проекты. Вот. И кто-то, если идет на школу несимметричных отношений, то тоже здесь есть куратор, вы можете спросить. Спасибо вам всем большое, всего вам доброго. И дай Бог вам всем, и мне в том числе, нам всем, учиться строить вот эти самые несимметричные отношения, в которых мы живем. Всего вам хорошего. уважаемые организаторы, добрый день. А сможете сбросить ссылку по поводу школы несимметричных отношений? Да, да. дорогая Ольга, дорогие друзья, все ссылки на все образовательные проекты, на записи этой встречи, все это будет в чате и на школу несимметричных отношений в том числе, поэтому не переживайте, все у вас будет. Благодарю. Благодарю. Спасибо большое. А можно не... Ой, простите. Да, да. Простите, пожалуйста, меня Юлия зовут. Могу я уточнить, вот в чате, в Телеграм, да, будет ссылочка, чтобы я уже сейчас спокойно вышла, да, я могу быть уверена, что я там найду все программы, да, проекты. Все, благодарю, благодарю, спасибо большое. Вот, всех обнимаю, спасибо за эти... Вам спасибо огромное, дорогие, за ваши вопросы, за ваше такое внимательное слушание. Я вижу, что у нас еще одна поднятая рука остается. Дорогая Юля, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас еще какой-то вопрос? Ольга, у вас еще, вопрос? Да, 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 у меня вопрос. А можно немножечко рассказать, что это за школа несимметричных отношений, потому что я так понимаю, что это какой-то новый проект, да, я первый раз о нем слышу, как там все это будет происходить. Да, спасибо большое, дорогая Ольга, за ваш интерес, за действительно новый проект, у нас буквально только-только организовывается, да, и мы сами с интересом ждем, что же там будет. На самом деле, все, о чем сегодня говорила Марина Шерифовна, мы сами этому учимся, сами учимся применять вот это несимметричное соотношение в нашей жизни, и точно так же будем учиться вместе с вами. Что-то у нас будет очень спонтанно проявляться, что-то будет, да, будут лекции Марина Зам Шерифовна и возможно, каких-то других учителей. В общем, будет очень интересно, пожалуйста, приходите. Обучение у нас будет приблизительно два месяца, то есть плюс-минус какие-то возможно будут изменения именно в самом планировании, но приблизительно вот такой срок у нас с вами будет общий чат в зависимости от того, сколько у нас будет участников, то есть если это будет много нас, да, то есть мы все будем в одном чате, действительно, тогда мы поделимся по группе, у нас будет малая группа, если нас будет не так много, возможно, все будем вместе обучаться в одном чате, то есть это все уже будет очень индивидуально по ходу того, сколько нас будет вместе, вот вижу, что Мария спрашивает, когда у нас начало обучения, обучение начнется в ближайшее время, вот сейчас у нас заканчивается вот этот эфир, да, и в чате вы уже найдете ссылочку, то есть там будет приветственное видео, в этом видео тоже вы сможете для себя какие-то важные моменты подчеркнуть касательно школы отношений, почувствовать, почувствовать то дали вам возможно в другой проект и уже сможете заполнить там в этом приглашении будет анкета на школу, то есть вы сможете заполнить анкету и попасть собственно уже в чат школы несимметричных отношений. Благодарю, благодарю. Спасибо большое, дорогая Ольга, за ваш интерес. Ждем вас в нашей школе. Так, есть ли еще какие-то у нас вопросы? Вижу, что уже вопросов нет, рук тоже нет. Спасибо вам огромное, дорогие наши участники, за ваши вопросы вместе с вами точно так же очень интересно было слушать и Марину Замшарифовну, потому что в каждом вопросе действительно получаешь ответы на свои какие-то вопросы. в этом все вместе продолжаем наше обучение. Тогда остаемся на связи, мы сейчас будем здесь отключаться и уже остаемся на связи в чате. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в чате, можно в личку, можно прямо в чате писать. До встречи! Хорошего вам всем дня! Спасибо большое, что подключились!